Канал ТВЛ начинает свое вещание в студии Татьяны Пыренова. Здравствуйте! О важных новостях Электрогорска расскажем в самое ближайшее время. Смотрите сегодня в выпуске. Пожар в квартире одного из жилых домов. Фото и комментарии очевидцев. Тематическая выставка рисунков проходит в детском саду «Елочка». Обход главы по городу. Какие основные задачи поставлены на текущую неделю? Дан старт самому массовому из профессиональных конкурсов «Педагог года-2018». Накануне праздника Крещения Господня в храме совершили чин Великого Священия Воды. В трагедии закончился поход в храм за святой водой для жительницы города. Пока женщина ходила в церковь, в квартире произошел пожар. На место происшествия оперативно прибыли машины пожарной службы, скорой помощи и сотрудники полиции. Отправившись в церковь за священной водой, хозяйка квартиры, расположенной в доме номер 26 на улице Горького, не ожидала, что возвращение домой для нее закончится страшной бедой. Мне позвонила подружка, сказала, что у тебя горит квартира. Я вот побежала, я не знаю, что случилось. Со слов хозяйки квартиры, газовая плита и все бытовые приборы на время ее отсутствия были выключены. Не включала ни газа, ничего у меня не горело, ничего. Понимаете? Прибывшие на место происшествия пожарные оперативно ликвидировали очаг возгорания, не дав огню распространиться дальше. В результате происшествия пострадавших не было. В 13.19 на полку следствия поступило сообщение о возгорании по адресу улицы Горького, дом 26. По прибытии установлено, что возгорание на пятом этаже, дверь металлическая, было затруднено попадание в квартиру из-за металлической двери. В результате пожара обгорело помещение кухни на площади 9 метров квадратных и все помещение квартиры закоптилось. Пострадавших нет. Машины прибыли на пожар 13.24, буквально через 5 минут. Для того, чтобы установить причину возгорания и оценить размер причиненного ущерба, на место прибыли сотрудники дознавательных органов. Вот смотрим, от чего могло произойти возгорание. То есть ищем источник зажигания. Ну и от этого будет уже установлена причина возданного пожара. В городе активно ведется работа по дополнительному образованию. Так, в детском саду номер 35 прошла выставка рисунков, посвященная зимушке-зиме. Над созданием своих полотен дошколята трудились вместе с опытными педагогами. А что у них в итоге получилось, смотрите далее. Настоящая художественная галерея, посвященная зиме, открылась в детском садике номер 35. Сугробы и снежинки, заснеженные улицы, снегири и Деда Морозы. Авторами этих неповторимых работ стали ребята, занимающиеся в творческой студии «Цветные ладошки». Руководителями этой кружка являются педагоги Алунова Любовь Дмитриевна и Ломакина Юлия Викторовна. Выставка называется «Зимушка-зима». Мы наконец-то дождались, что пришла зима, выпал снег, и дети это отобразили в своих рисунках. Мольберты, кисти и краски, цветные карандаши, мелки. В мастерской у малышей все как у настоящих художников. Под чутким руководством опытных педагогов ребят учатся переносить на бумагу все, что их окружает. Белая гуашь, видите, в разных местах она наносена. То есть вы можете выбрать какую-то из маленьких этих ванночек, и там сделать какой-нибудь оттенок. Выберите красивый, например, светло-фиолетовый, сделайте оттенок розовый, вот такой вот зеленый. В кружок ребята начинают ходить с трех лет. Уже в этом возрасте у ребенка проявляются первые наклонности и увлечения. Педагоги, которые ведут кружки, имеют соответствующее образование. У Алунова Любови Дмитриевны первое профессиональное образование – именно художественное училище. И Ломакина Юлия Викторовна имеет профессиональную подготовку по данному направлению, то есть изобразительная деятельность. Соответственно, в кружки у нас ведут педагоги, которые знают нюансы данного направления. В детском садике регулярно организуются творческие выставки юных художников. А постоянными посетителями этих выставок являются мамы и папы, бабушки и дедушки начинающих мастеров. Выставка вот эта вот не первая этого кружка. Мы делаем такие вот определенные итоговые выставки, когда набираются какие-то вот работы. Кстати, хочу сказать, что летом в августе месяце дети данного кружка участвовали во всероссийском творческом конкурсе «Я рисую лето». Этот конкурс организовал Центр интеллектуального развития «Пятое измерение». И вот все дети, которые участвовали в этом конкурсе, являются победителями. Они получили за это грамоты. Сегодня в 9 часов утра от здания городской администрации глава города в сопровождении заместителей и представителей сферы ЖКХ отправился в объезд по улицам Электрогорска. В каких местах побывал глава и какие замечания были сделаны, смотрите в нашем следующем сюжете. Рабочий обход начали с территории озера Стахановское. Там планируют выполнить большие работы по благоустройству. Рассмотрели схему расположения спортивной и детской площадок, беседки, стендов и других элементов. Предстоит заменить входные группы и ограждения. Очистка камеры, очистка береговой зоны и видеонаблюдение. Да, это то, что сейчас в первую очередь нужно. В план мероприятий первое, что можно делать. Можно демонтировать ту площадку, можно вот эти лавочки, которые все разломаны, отсюда вывозить. Можно вот этот курятник вместе с этими элементами уже вывозить, демонтировать. Вот эти песочницы вывозить, демонтировать. Обязательно перед этим нужно поставить входные таблички. А, входные группы, кстати, еще. Входные группы, они обязательно нужны. Это в ремонте забора входные группы. Нужно поставить две таблички на том входе и на этом входе, что в рамках реализации благоустройства данной территории будут проводиться такие-то работы. Опишите все в работы, да, компания-подрядчик, ответственный, телефон ответственного, телефон обязательно должен быть ответственного, вида работ. И от подрядчика, это администрация, от администрации отдела архитектуры и строительства, вида работ, дата начала с момента подписания контракта и дата окончания работы. Также планируют добавить опоры освещения вдоль дороги и продумать расстановку камер видеонаблюдения. На городском бульваре сделано несколько замечаний. Здесь необходимо навести порядок и вывести снег. На озере Газьбужье подготовились к предстоящему крещению. Рабочие вырезали купель, оснастили ее безопасным подходом и спуском. В бане будет оборудован пункт обогрева, где можно будет выпить горячего чая. Желающие смогут посетить место купания с 22 часов. На территории зоны отдыха у теплых озер к 9 мая коммунальным службам дано задание разровнять территорию, спилить аварийные деревья, покрасить скульптуры, починить дерево на ротонде и привести в порядок бордюр. По итогам обхода глава дал свой комментарий. Сегодня проезжали, смотрели подготовку крещенской купели. Идет активная работа сейчас по благоустройству этого места. К вечеру все будет готово. Несли небольшие изменения, так скажем, множество, чтобы максимально комфортно было, удобно. Приглашаем всех жителей принять участие в крещении. И в молебне, которая сегодня будет в 10 вечера. Также мы проехали сегодня, посмотрели озеро Стахановское. У нас в этом году планируется произвести благоустройство городка сказок. Замена всех лавочек, урн, ремонт пешеходной зоны, установка новой детской площадки в морской тематике. Элементы благоустройства, там достаточное количество. Там зона барбекю, зона для занятий физкультурой. То есть в этом году планируем провести такую работу. Сейчас уже пока предварительно известны результаты аукциона. Уже известен подрядчик. Вот сегодня с подрядчиком осматривали это место. И наша задача все это сделать, закончить до дня города. Чтобы эта часть вся была завершена и максимально созданы комфортные условия. Также с видеонаблюдением, чтобы все это было под охраной, сохранялось. И планируем все это в ближайшее время завершить. И проехали городские территории, дворы. Посмотрели, где какие детские площадки поставить, где какие потребности. Также у нас дал поручение управляющей компании, чтобы начали производить выпиловку всех сухостойных деревьев и обрезку деревьев под освещением, под линией электропередачи. Проводим разборку теплосети, теплотрассы старые, которая идет вдоль дороги по улице Советской. Ну, все планы. Сейчас собираем максимум информации от жителей, максимум информации со всех порталов, со соцсетей, чтобы обращение жителей на личные страницы, чтобы все это дело саккумулировать и уже начинать выполнение всех просьб и максимально где значимые проблемы, чтобы их быстрее решить. Ну, в первую очередь сейчас акцентировано все на уборку. Вывод всех дворников, уборщиков, всех служб МБУ дорожного хозяйства, управляющих компаний, ТСЖ, ТСН. Завершнего утра, сегодня снегопад обещают до вечера, с завершнего утра, даже не утра, наверное, даже с ночи, все службы выходят на уборку снега и на вывоз снега. Ну, сегодня также продолжают все работы. Сегодня так же видели, что вся техника на улице, во дворах находится. Максимальный контроль завтра еще будем проводить и объезды, и в субботу у нас планируется большой объезд всей территории города. В Электрогорске стартовал самый массовый из профессиональных конкурсов «Педагог года-2018». Наш канал будет следить за ходом конкурса и рассказывать, как он проходит, и кто у нас в городе сеет разумные, добрые, вечные. Ну, а пока вашему вниманию первые новости об этом мероприятии. В этом году на территории городского округа Электрогорск проходит ежегодный муниципальный этап областного конкурса «Педагог года Подмосковья-2018». Он стал традиционным, полюбился среди педагогов. В этом конкурсе у нас есть две номинации – «Лучший педагог года» и «Лучший воспитатель года». В конкурсе педагогического мастерства примут участие девять педагогов города. За звание лучшего будут бороться четыре школьных учителя и пять воспитателей детских садов. Для каждой номинации есть свое испытание. В этом году изменения претерпел конкурс «Педагог года». Учителя примут участие в пяти конкурсных испытаниях. Это больше, чем в прошлом году. Так как мы работаем по областному положению, свой конкурс мы изменили именно так, чтобы педагоги, вышедшие, и победители, и призеры были готовы уже к областным испытаниям. Каждому участнику предстоит пройти конкурсные испытания, которых в этом году для учителей станет на одно больше. Для воспитателей задания конкурса останутся прежними. В этом году наряду с уроком и мастер-классом педагоги дают методическое объединение, представляют и участвуют в педагогическом совете. Это новое конкурсное испытание. Первый раз в этом году мы. Ну и заодно посмотрим, как у нас получится, как с этим новшеством страиваются наши конкурсанты. В подготовке к конкурсу педагогам помогают не только коллеги и их воспитанники, но и сотрудники методического центра. Мы собирали конкурсантов, объясняли им условия, новые условия, которые в этом году у нас сложились. Пожелали им успеха, потому что это очень тяжелый труд, наряду с работой своей, от которой они не могут отказаться на протяжении всего этого конкурса. А конкурс проходит у нас с 15 января официально по 15 февраля. Четыре конкурсных недели в напряжении держат не только учреждения, которые выставили своих конкурсантов, но и самого конкурсанта. Выступление конкурсантов будет оценивать компетентные жюри. Жюри, конечно, сами не участвуют в этом конкурсе, но понимают, что очень тяжелая и ответственная эта обязанность. У нас в жюри еще надо сказать, что мы ввели не только методистов, но также и победителей конкурсов прошлых лет и среди учителей, и среди воспитателей. И вот как оказалось на первых уже состязаниях, выяснилось, что оказывается сидеть по ту сторону, не давать, а оценивать мероприятие еще сложнее. Участники конкурса должны не только рассказать об используемых приемах и методах в образовательном процессе, но и уметь анализировать, обобщать и применять инновационные идеи. Хочется посмотреть и оценить это мероприятие по тем критериям, которые предложены. Но также нам интересен и сам человек, его волнение, его переживание, потому что каждый подходит очень индивидуально. Вот так и члены жюри. Конечно, субъективность не избежать, каждый индивидуален. Но мы призываем всех членов жюри, конечно, быть более объективными, уважать конкурсанта, который перед ним, и только по-доброму относиться. Хотя оценивать мы должны так, как положено. Конкурс «Учитель года» призван выявлять и поддерживать талантливых педагогов и содействовать повышению престижа учительской профессии. Хочется только им пожелать одного, чтобы все испытания они с честью выдержали, оправдали доверие учебных в своих учреждениях и успехов им. В прошлом году победителем конкурса стал Павел Грязнов, педагог информатики лицея. Именно он будет представлять наш город на областном этапе конкурса. Это большой опыт. То есть те преподаватели, учителя или воспитатели, которые прошли через этот конкурс, обязательно приобрели опыт. Кто-то даже, как говорят, выросли даже небольшие крылышки от того, от той удачи, от того успеха, от того общения, которое они получили в этом конкурсе. Потому что общение идет между конкурсантами. Мы живем в небольшом городе, все друг друга знают и поддерживают. А вот те, кто выходит на область, это очень важная часть жизни человека, когда человек выходит и уже на области, на более высоком этапе себя показывает и неплохо проявляет. Уже сегодня православный мир будет отмечать один из самых почитаемых христианских праздников – Крещение Господне. В соответствии с православными канонами он наступает в ночь с 18 на 19 января. Официальный день празднования завтра, 19 января. В Электрогорске уже все подготовлено для празднования. Подробности далее. В соответствии с многовековой традицией, в Крещенскую ночь, а также утром 19 января, верующие участвуют в купаниях в крещенских купелях. Согласно канонам, верующий человек должен прийти в церковь, отстоять службу, поставить свечку, набрать освященной воды. Утром 18 января в храме всех святых в земле российской просиявших прошло праздничное богослужение и великое освящение воды. Под пение праздничных тропарей настоятель храма, отец Александр, клирики и прихожане крестным ходом прошли из временного храма в большой строящийся храм, где заранее были приготовлены вместительные баки с водой. Чинопоследование великого водоосвящения состоит из чтения отрывков из Ветхого и Нового Завета с дополнительными прошениями об освящении воды, особой молитвы, возглашаемой священником вслух, а также троекратного крестообразного благословения воды честным крестом. По прочтении молитвы отец Александр подошел к большим бакам с водой и при троекратном пении «В Иордане, крещающийся Тебе, Господи!» трижды погрузил крест в воду. Затем батюшка щедро окропил святой водой всех присутствующих, чему радовались как взрослые, так и дети. После окончания богослужения все могли набрать воду из многочисленных кранов. На озере Газбожья к предстоящему празднованию оборудована купель, чтобы каждый верующий смог трижды окунуться в воду и произнести молитву. Ведь по преданию, в крещенскую полночь вода в открытых источниках становится святой и приобретает уникальные целебные свойства. А я прощаюсь с вами. В студии была Татьяна Пыринова. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова